На больничных койках и взрослые дети. Причины травм схожи. Спешка на обледеневшей поверхности. У Никиты подружняк, рука уже полторы недели в гипсе. Одиннадцатиклассник неудачно упал по дороге домой из школы. Позади уже одна операция. Через месяц-полтора предстоит повторное хирургическое вмешательство. У Никиты перелом локтевого отростка. Результат прямой травмы. Падение на согнутый локтевой сустав. Установлены две спицы и фиксированы восьмиобразной проволочной петлей. Это методика ортопеда Вебера. Методика принятая во всем мире. Ну локоть получается. Лучше стало. Рука не болит почти. Несколько койко-мест детского отделения предоставлены для лечения взрослых пациентов. Как и соседки по палате, Наталья спешила на работу. Было скользко. Дальше описать развитие событий можно фразой из известного фильма. Упал, потерял сознание, очнулся гипс. На Олимпийском. Как спускаешься с пешеходного перехода? Там нету ограждений, чтобы спускаться, чтобы держаться. А там вот был дождь, а на следующий день, это 12-го, был дождь, и 13-го гололез сплошной прям, вот как зеркало. Я вот спускалась, и вообще я уже ничего не помню. Я пролетела, меня мужчина поднял, я даже встать сама не могла. Мужчина поднял, мне скорую вызвал, и все. Подобный наплыв пациентов с травмами в результате падений на скользкой поверхности имеет сезонный характер, подчеркивает травматолог Алексей Лукин. Всплеск обращений с переломами и ушибами увеличивается ежегодно при резкой смене погоды зимой. Чаще всего это переломы области голеностопного сустава, лодыжек. Кроме этого, это переломы лучевой кости в типичном месте. Мы оказываем круглосуточную помощь в штатном режиме, но при этом, скажем так, достаточно интенсивно. То есть у нас сейчас работают для оказания помощи поступивших пациентов 3-4 операционных постоянно именно для травматологических пациентов. Пациенты с черепно-мозговой травмой осматриваются нейрохирургами круглосуточно. В периоды наплыва пациентов в травматологическом пункте выделяется дополнительный кабинет приема экстренных пациентов. И все же все очереди в травмпункте меньше не становятся. Вот 71, это было 19, это было просто исключение какое-то правило. Не только как зима, как гололёд, как не стали чистить дороги. 88, 179 больных по журналу. Риск получить травму при падении повышается там, где поверхность не обработана смесью соли и песка. А таких мест в нашем городе, к сожалению, немало.